В администрации района прошло заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Главный вопрос повестки – земельно-правовые вопросы, касающиеся деятельности завода Черноголовка в станице Северской. Предприятие функционирует с 2019 года. За это время уплатило более 100 миллионов налогов. Тем не менее, местные жители завод не очень любят. В первую очередь из-за расположения. Предприятие находится на углу улиц Ленина и Калинина. Рядом 44-я школа. Возле завода постоянно паркуются большегрузы. Результат – полностью разбитая дорога и постоянная угроза безопасности маленьких пешеходов. За счет этого в станице Северская никогда такого не было. Дороги в ужасающем состоянии, потому что такой нагрузки не было никогда. Ну и современная техника позволяет перевозить такие грузы, которые уже, конечно, поселенческие дороги не выдерживают. И улица Калинина тому яркий пример. Плюс абсолютно неуправление водителями возле школы. Постоянно сносят нам эти барьеры. При этом, если мы поставим барьерку там прям вдоль дороги, вы разворачиваться не сможете. По словам представителя завода, проблему пытаются решить. Перенести часть производства за пределы станицы. За периметр станицы в промышленную зону. За львовским переездом уже выделен земельный участок. Сейчас туда проводим коммуникации электроснабжения и планируем основные перевозки направить туда. В то же время завод хочет расширить территорию на улице Калинина и просит разрешения перевести ее в промзону. Представители районной администрации и общественники по этому вопросу высказали четкую позицию. Они готовы идти навстречу предприятию, только если качество жизни северчан при этом не пострадает. Когда сейчас задается вопрос, что вы там хотите разместить склады, конечно, ну как и у меня и у каждого здесь сидящего возникает вопрос, а зачем там склады, если вы выносите производство. А если склады, значит, что будут дополнительные грузы туда возиться. Если бы вы нам точно, как говорит архитектор, показали бы, ему бы удостоверились, что там будет размещаться. Председатель совета Сергей Агеев подвел итоги встречи. Предприятию нужно четко проработать вопрос и предоставить администрации конкретные данные, а затем организовать публичные слушания.